Всем привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Дикая львица в Кении украла видеокамеру у туриста из ОАЭ и сняла свой влог. Путешественник Ахмед Галал заметил в заповеднике львицу и решил проверить, что хищница будет делать с видеокамерой. Он поставил GoPro недалеко от животного и принялся наблюдать. Львица заинтересовалась прибором. Она подошла к камере, а затем схватила ее и бросилась бежать. По словам туриста, больше всего он переживал о том, удастся ли ему вернуть свою камеру. Пользователи сети принялись шутить в комментариях. Львица такая «Привет, ребята! Добро пожаловать в мой влог!» В ресторанах Китая появилось новое блюдо из жареных камней. Блюдо известно с древних времен и называется суодио, что переводится с китайского как «высосать и выбросить». Некоторые считают, что в момент обсасывания камней в организм попадают не только специи, задержавшиеся на поверхности, но и некие полезные минералы. Но на самом деле в данном блюде нет ничего принципиально нового. Согласно преданиям, камни со специями китайцы готовили еще сотни лет назад, когда им приходилось долго путешествовать. Еды нет, зато есть камни. Вкусно и полезно. Женщина построила башенку из 13 пончиков и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Некоторое время назад Робин Шал размышляла о том, чего ей хотелось бы добиться в жизни. И женщина поняла, что было бы здорово попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Вызов принят. Ей нужно было построить башенку из 13 пончиков и цель была достигнута. Дама не только пыталась укладывать пончики в достаточно высокие стопки, но и перед этим самостоятельно выпекала этот сладкий строительный материал. Принимая поздравления в связи с тем, что она успешно побила мировой рекорд, Робин добавила, что есть пончики ей нравятся куда больше, чем складывать их в стопки. Кто знает, может быть женщина чуть позже попробует стать рекордсменкой именно в номинации по поеданию пончиков. Гений цифрового сообщества. Умный попугай совершает покупки через умную колонку. Женщине из Великобритании с Амазона неожиданно доставили несколько посылок, заказ которых она не оформляла. Попугай каждый день смотрел, как хозяйка пользуется голосовым помощником. Всего за 40 дней Рока изучил принцип взаимодействия с Алексой и узнал, как дать ей указания. В результате Рока доболтался до оформления заказов на Амазоне. И он бы продолжал их заказывать, если бы хозяйка не обратила на это внимание. Теперь она постоянно проверяет на Амазоне корзину покупок и убирает лишние товары. Представители Амазон напомнили, что для совершения покупки заказ необходимо подтвердить словом YES. Что ж, похоже, умная птица справилась и с этой задачей. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!